Привет, друзья! С вами Сергей Король и Станислав Орехов. Я бедный раб клавиатуры и инфобизнесмен, миллионер. Это все ты? Владимир собственного огромного дома и студии. Это Станислав, конечно, не я. Я думал, через запятую, знаешь? Все это я, Сергей. А, слушай, это мечта, мечта, мечта. Пока только мечты, но ничего. У меня есть к кому тянуться, на кого смотреть, на кого ориентироваться. Кто твои ориентиры, скажи мне? Ой, это очень интимный вопрос, я не могу так... Нельзя так задавать, да? Да, да, это все должно быть тайно, оставаться, так сказать. Значит, ночью достаешь портрет, смотришь на него... Под подушкой? Кто у тебя там в портрет? У меня айфон под подушкой лежит. Правда, последней модели, и то неплохо. Купил, значит? Да, в ипотеку взял. Ну, это ничего, нормально, полрычит. Отлично. Так, у нас есть несколько вопросов для Станислава. Именно 8 штук, но, не знаю, если он сможет на все ответить, если у него хватит времени, то будет замечательно. Ну, может, на какие-то побыстрее. Посмотрим. Я попробую. Итак, начнем с первого. Станислав, вы все говорите о том, что пишете книги. А почему именно книги? Разве этот формат не устарел? Они большие, читать их долго и скучно. Почему не пробуете новые форматы? Интересный вопрос, прикольный. Ну, книга – это очень хорошая информация, потому что тебе ее нужно выдать именно в очень сжатом, в общем, понятной форме. То есть, это как сценарий к фильму. По книге ты можешь написать, вернее, снять любой фильм, и, в принципе, это как бы такая основа. Можно сказать, что это база, с помощью которой можно делать там и инстаграм-посты, и выступления, и фильмы снимать, да, какие-то видеоролики. А почему книга? Потому что, если ты хочешь какую-то новую теорию сделать, либо новую какую-то мысль донести, то лучше всего это донести в четком, емком формате, потому что на видео можно ее долго наносить. То есть, для того, чтобы дальше как-то двигаться. То есть, можешь сказать, что это фундамент новой мысли. Если новых мыслей нет, то и книгу писать не надо. То есть, все, что уже было, оно как бы переписывает, скажем так, чужие мысли бессмысленно, потому что это будет ерунда. Так как у меня есть мысли, я не пишу. Слушай, давай сразу начнем с важной части. Покажи книгу-то, где? Специальный ящик для нее, наверное, в столе. Ну, конечно, да. Специальный ящик в столе. Огромная книга. Всегда радуешься. У тебя ее нет, я знаю. Но ты приезжал в Москву и не взял. А к вам нельзя туда ее отправить? Что-то какая-то сложность с этим. Вот осенью приеду, обязательно заберу. Заходи, да. Заезжай. Замечательно. Спасибо. Второй вопрос. У многих успешных людей есть личные помощники. А у вас есть? И да. Где найти и как выбрать себе хорошего помощника или помощницу? Так, конечно, да. Личный помощник это то, с чего вообще все в целом начинается. Делегирование и вообще все. То есть, конечно, он должен быть обязательно. Причем, может быть, даже не один. У тебя может быть личный помощник по личным вопросам и личный помощник по рабочим вопросам. Два их может быть. Может быть, еще четыре, если они посменно работают. Да, чем больше, тем лучше. Лучше, чтобы они были. Где найти? Лучше всего молодых, талантливых, молодых ребят и девушек брать после вуза, которые хотят работать. У них талант пока еще не проявлен в какой-то продукт, но они хотят практику получить. Работать. Вот, мне кажется, с этого нормально начинать. Талантливые ребята, которые там хорошо учатся. А у тебя сколько помощников? Слушай, у меня два основных помощника, а у них еще есть. Потом они еще тоже по этой же технологии могут себе помощника убрать. Как ты видишь, как в анекдоте. Здравствуйте, я помощница, помощница Станислава Орехова. Вы не видели мою помощницу? Типа того, да. Я вот так, наверное. Слушай, но это важная часть, потому что без этого никак вообще. То есть, твоя задача научиться быстро скидывать задачи, которые у тебя возникли. Человеку, чтобы он их доводил дальше, до конца. Потому что иначе у тебя времени не хватит на все. А это высокооплачиваемая должность? Нет, это не очень высокооплачиваемая должность. Скажем так, средняя зарплата по городу. Но это не уровень продавца в пятерочке, но и не топ-специалисты. Что средняя? Средняя базовая зарплата. Я в городе. Хорошо, спасибо. Допустим, младший дизайнер, либо редактор, который пишет что-то. Но не главный редактор, но и не совсем начинающий. Понял, хорошо. Станислав, как бороться с профессиональным выгоранием? Я думаю, что с ним бороться не нужно. Нужно поменять профессиональную деятельность. Потому что, скорее всего, что-то не тем занимаешься. У меня, в принципе, не может быть выгорания, потому что я занимаюсь талантливым. Проявляю свои таланты в творческой теме. И там не может быть выгорания. Не знаю, такой вопрос ты мне задаешь. У меня таких проблем не было никогда. Я каждый день встаю и радуюсь. Я встаю и поспорил. Вот, например, взять похожую на тебя человека Максима Ильяхова. Он тоже прям любит свое дело с утра до вечера. Мы похожи, что-то не очень понимаю. По-моему, совсем разные. Ну, нет, внешне, внешне, конечно. Нет, я про другое. Что вы активно, плотно за него очень любите свое дело. И готовы прям заниматься в достательном удовольствии. То есть, обычно, когда человеку нравится то, чем он занимается, он с утра до вечера готов этим заниматься. Максим писал, что он попал в ситуацию профессионального выгорания, выгорел. Обращался даже к психотерапевту по этому поводу. Просто что не боишься, что когда-нибудь тебе так стукнет однажды, раз, проснешься, слеза. Нет, нет, нет. Слушай, я не готов обсуждать Максима. Это, наверное, с ним лучше с психотерапевтом его поговорить, либо с ним лично. Я думаю, что мы с ним кардинально разные. Я просто с ним знаком. И единственное, что, может быть, соединяет, это тяга к работе. Но я думаю, что у нас мотивы немножко разные, либо внутренние какие-то темы разные. У меня есть понимание, как очень хорошо монетизировать, и нет никаких внутренних конфликтов в моей работе. Возможно, да, опять же, у него, я не знаю его ситуацию, но, возможно, где-то, если у тебя есть выгорание, скорее всего, у тебя есть конфликты с тем, что ты делаешь, как это монетизируется, свое место в мире, и как это вообще, ну, насколько это этично, может быть, да, или правильно, то ли ты дорогой идешь, может быть, какое-то самокопание. То есть, может быть, с этим связано. Еще раз говорю, я не знаю, я очень поверхностно, как бы, эту тему знаю, потому что у меня таких проблем никогда не было. Я очень, как бы, драйвово ко всему отношусь. То есть, у меня еще внутри такой, как бы, энерджайзинг работает постоянно. Вот, поэтому, как бы, работа – это одно, а как применять? Я очень много могу генерить разных продуктов и поплощать их. У меня это, как бы, тоже драйвит. То есть, не сама даже работа, а именно создание продуктов и монетизация этой истории. Поэтому я, как бы, занят и обучением, и инфобизнесом, потому что это прикольно. Прикольно придумать какую-то психологическую схему, которая сработает на той профессии, которую ты знаешь, умеешь и с удовольствием делаешь. Вот это, вот, как бы, кайф. Поэтому постоянно у тебя что-то новое, и в этом новом ты никогда не можешь выгореть. А если ты делаешь одно и то же, конечно, это смерти подобно. То есть, я думаю, что секрет не выгорания – придумывать новые схемы монетизации твоей деятельности. Вот как завернул. Классно звучит. Сладко, как девушка у меня говорит. Вот следующий вопрос почти в тему. Стамислав, что вы думаете о книгах Киосаки и другой литературе, которая учит не работать на дядю, открывать свое дело? Помогают? Я не думаю, что книги вообще как-то помогают. Они расширяют сознание. Книга не может и помочь, тем может помочь развитие навыка, а оно не через книгу идет. Развитие навыка идет через работу над собой. И чаще всего это либо человек сам с собой делает, либо идет к тренеру, либо на курсы какие-то. Книга никогда никому не поможет. Не стоит делать иллюзии, что человек прочитает книгу и что-то сделает. Максимум он что-то поймет. Даже книга Станислава Эхова не поможет. Ну конечно. Книга сама по себе ничего не поможет. Ну то есть ты прочитал, такой, окей, понятно как надо. А ты это делал? Нет, не делал. Ты не знаешь, как это делать. Ну вернее ты знаешь, но у тебя нет опыта и ты совершишь ошибку. Ты же не будешь как бы с книгой так, так, по методичке. Так, 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 что у нас? У тебя 7 минут, ты сейчас с клиентом, он тебя давит, например, да, авторитетом. И ты не знаешь, что делать. Так, сейчас я открою 25-ю страницу, погодите. Так, он ответил. Евангелие по Орехову. Да, так можно. Но лучше тренироваться заранее. Я понял. Поэтому как бы есть курс, есть курс. Это разные вещи. Здесь может быть знаешь какая штука, что книжка-то дешево стоит, а ментор или профессиональный тренер дорого. А ты можешь купить за 300 рублей Кийосаки. И почитать такой, блин, не хочу на дядю работать, надо думать как. И уже потом тренера искать. Ну, ты можешь мотивироваться сам книжкой. Окей. Ну, ты хотя бы себе дал вектор, что хочу искать тренера. Ну, ты уже пойдешь. Ты понимаешь, как работает система, понимаешь, что у тебя нет навыка, допустим. Там о чем? О финансовой грамотности. Я, кстати, финансово неграмотный, поэтому меня ты как бы неправильно спрашиваешь в этом вопросе. Но если, допустим, когда-нибудь я дойду до этой темы, наверняка, да, я изучу эту тему по книгам. И если мне нужно будет, скорее всего, я найду какого-нибудь самого прикольного и подходящего мне коуча, да, и быстро получу новую информацию, вместе с ним там сделаю там какой-нибудь мой инвестиционный пакет, я куда-то буду вкладывать. Наверное, так я поступлю. То есть, бессмысленно по книге пытаться самому пытаться сделать это все. Хорошо. Так, бодренько идем. О, злой вопрос есть. Давай. Стас, как ты оцениваешь насыщенность дизайнерского рынка в России? Это голубой океан или уже красный? Сколько еще ты будешь выпускать на рынок дизайнеров, когда он перегреется, и все твои ученики пойдут работать на завод? Слушай, я не то, что прям много выпускаю, да, как в плане вообще, сколько там вузы выпускают, другие, может быть, учебные заведения. У меня как бы не такой большой поток, скажем так, дизайнеров. Но это первое, да, поэтому я здесь маленькую капельку вношу. Второе, насколько он там голубой, либо розовый, или там какой он красный, да какая разница? Вот смотри, ты спрашиваешь такие вещи, что типа, насколько мне выгодно будет заниматься дизайном? А смысл в том, что не нужно идти в дизайн, если ты ищешь выгоду. Это не самая выгодная профессия, туда идут по призванию, потому что не могут другим заниматься. Я вот проходил психологический тест, кстати, очень прикольно, вот я сейчас закончил тему по психологии, и там много разных тестов. Ты их проходишь, там, в принципе, о тебе говорят разные штуки. Вот, интересно, я о себе много знаю и понимаю, но специально прошел тесты, ну, чтобы подтвердить, либо увидеть какие-то новые грани. И вот я прошел тест тоже на профориентацию, у меня получилось, что мне лучшая профессия, получается, как дизайнер. То есть так и получилось. Дизайнер и предприниматель, ну, типа бизнесом заниматься, потому что у меня очень сильная связь креатива и логики. Вот, как бы, и система, да, логика, система и креатив. Вот у меня такая связь. При этом я как бы не супер ни в той, ни в другой теме, у меня именно на совмещении. Вот, поэтому если у тебя это есть, ты не можешь туда не идти, тебя туда тянет. Вот, и в этом случае тебе все равно. Хоть это будет ультра, там, серый-бур-малиновый океан, ты все равно туда пойдешь, и ты там добьешься успеха, если это твое. А если это не твое, то даже в голубой океан ты пойдешь, и ты там утонешь. Смысла нет. Поэтому я бы не ориентировался никогда на конкурентов и на то, что выгодно это или не выгодно. То есть сердце лежит, значит, идешь. Если нет, то не идешь. Согласен, слушай, да. Я по себе это называю так, ну, придуманным правилом, принципом булочной. Вот у нас очень много булочных здесь, ну, таких, у пекарен, где пекут всякую выпечку. Их прям вообще, идешь в каждом доме внизу. Но одни вообще стоят пустые, а в вторых очередь на улице такая, иногда даже сгибается за угол. Ну, то есть, типа, где-то классно работают, и туда люди стоят. А где-то, ну, то есть, можно ли еще булочных открыть? Ну, можно, да, но... А можешь открыть сразу, и тебя сразу чуть-чуть выстроится, если ты крутой. С душой надо подходить. Я вот называю это подход с душой. Это всегда чувствуется, когда ты пришел сюда, не быстро денешься к срубить, а ты здесь с душой, потому что ты этим занимаешься. Кстати, это очень хорошая тема, если ты будешь ее показывать. Ну, как бы, шарлатаны можно так тоже делать и транслировать, что якобы они вот с душой подходят, но это всегда чувствуется. Поэтому это бессмысленная идея. Вот. Если ты действительно с душой подходишь, ты просто это показываешь, и люди видят, что ты подходишь действительно так. У меня строитель сегодня приходил, вот он прям говорит, я вот душой болею за дом, стройку, то он мне сейчас траву будет сажать. И верю, зараза. Через неделю обещал посадить травы. 230 метров записали на видео его. Через неделю, в общем, будем снимать. Слушай, кажется, тебе нельзя вообще прийти, какой-нибудь случайный человек, почтальон заходит, ты его сразу садишь, садишь на видео, снимаешь с ним 40 минут, общаетесь, про бизнес. Ну, кстати, почему нет? Очень интересно послушать, я люблю поговорить с людьми, поздавать им какие-то вопросы. Ко мне приезжал знакомый твой, Всеволод Устин. Всеволод Устин, да? Да, 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 мы с ним поговорили. Ну, тоже интересно. Вот видео на нашем канале тоже есть, предприниматель, я его не знал, и спонтанно просто вопрос какие-то задавал в таком формате, как мы с тобой общаемся. Очень интересно, очень прикольно покопаться. Почему нет? Много чего он у себя, как бы тоже понял интересного. Окей, ладно. Так. Станислав, расскажите про концепцию умного дома. Мне показалось, что она куда-то делась словно. Вы делаете умные дома, у вас такой? Не, у нас глупые дома, и такие тупые для обычных людей. Да нет, эта штука такая, как банана любителя, знаешь, есть любители, которые прям хотят. Обычно такие люди сами знают, что хотят, сами уже исследовали все умные дома, и их делают. Те, кто не спрашивает, чаще всего им это и не надо, потому что все это баловство, в принципе. Ну, я считаю, я ничего не делал. Я люблю по старинке выключать или нажать. Единственное, что у меня из умного, это система Bose, или там Bose, как правильно, не знаю, к сожалению, я не очень как бы... Боус, кому. Боус, вот система. И там есть по всему дому акустик, специальное приложение, ты скачиваешь, и ты можешь в любом месте включить колоночку, очень удобно. Вот, больше ничего такого умного у меня нет. Вот, и в принципе мы обычно не ставим. Были клиенты, которые просили, допустим, в валах-парусах, там все супер наворочено, но это приходят отдельные люди, интеграторы, они это все ставят. То есть я как бы сам это не очень люблю, душа не лежит, да, поэтому я как бы это сильно не пропагандирую. Но мы можем сделать без проблем, если надо, нашим клиентам мы делаем с помощью подрядчиков. Я понял. Хорошо. Так, слушай, 6 вопросов из 8 отстрелялся как биатлонист просто. Станислав, у меня такой вопрос. Вот у каждого есть сумма, которую он не боится потерять. Вообще ни о чем не задумывается. Вот у кого-то из кошелька выпало тысяча, и он не расстроится совсем. Другой 10 штук может спустить, а кто-то 100. А у тебя сколько? Ну, тут разные вещи, типа как бы глупо потерял или рискнул. То есть мы о чем говорим? Если глупо потерять, да в принципе я особо не расстроюсь, ну потерял-потерял, что делать-то теперь? То есть дольше расстраиваться будешь. В кошельке у меня вообще денег нет, в случае налички у меня никакой нет, у меня карточка есть максимум. Это как Путин, когда и денег не держал в 20 лет руках. Ну типа того. Вот. А рискнуть обычно 30 тысяч примерно. То есть когда нужно делать какую-нибудь такую непонятную штуку, ну допустим, новый какой-то вид тестирования какого-то рекламы, эффекта, еще что-нибудь. Ну что нужно, да? Либо курс какой-то купить. Вот курс там примерно, ну вот в общем до 30 тысяч как бы нормально. Все, что выше, уже надо думать, анализировать. Это затратно. И чаще всего, если времени нет, я буду отказываться. Я понял. А какой последний курс ты покупал? Ой, сейчас. Это либо по креативу, либо по копирайтингу. Какие-то были. Или это не по копирайтингу, как он называется. Я не помню, в общем-то суть. Я покупал не из-за темы, а из-за человека. Мне понравилось, как он пишет. В Телеграме был какой-то курс. Фанатурец. Прошел? Да, да, да. Все прошел, все классно. Да, там креатив и копирайтинг. Полезно было? Я заплатил, все нормально, поэтому не беспокойся. Приказ. Шутка удалась. Ладно. Всегда, всегда интересно чем-то новенькое. Точно, я вспомнил эту тему. Курс, в общем, я купил тоже этот, по-моему, всем рекомендую, кстати, пакет покупать с группой. В общем, купил я пакет максимальный, попал в группу и там пообщался с людьми. В общем, получилось так, что на первой же неделе, в общем, я купил такую же в два раза, потому что человек, который там тоже учился вместе со мной, он увидел, что ко мне можно записаться на консультацию и купить некие услуги. Он записался и купил некие услуги. Соответственно, я в два раза купился. Вот. Всем рекомендую, да, кто хочет, записывайтесь на разные курсы и как бы, ну, не то, что специально, просто показывайте себя, будьте активными и чаще всего люди любят активных, они видят, что вы в одной тусовке, соответственно, вам будет проще продать, а им проще купить. Я понял. Блин, ты страшный человек, знаешь, там случайно с тобой на остановке постоишь, потом раз, я уже купил услуги, спонесла вон 200. Так это же на пользу. Слушай, это же хорошо. Это глупо, если не купил. А если купил, то хорошо. Так слушай, ты сегодня в ударе прямо, что это с тобой? Я очень много делал разных консультаций, вот я буквально вчера проводил консультацию с девушкой, у меня ученица была, одна из первых участниц нашего курса по дизайну интерьера 2011 года. Сейчас у нее уже своя школа, у нее практика там дизайнерская, в общем, она молодец, сейчас работает, вот, и она вот через там почти 10 лет заказала вот еще одну консультацию и говорит, слушай, вообще там столько всего нового, я там, ну, как бы даже и не думал вообще, что так вот можно, я вообще не думал, что мы об этом будем говорить. То есть всегда полезно. Такие консультации у меня там в папочке, ну, я сохраняю архивчики, потому что, ну, они просят отсылать, еще записи я всегда отдаю. Вот, такие консультации там уже больше сотни. То есть, ну, естественно, это полезно, конечно, если бы это было не полезно, никто бы не приходил, не делал. И, самое интересное, что ни я, ни участник консультации не знает, почему это будет полезно. Это вот именно в диалоге, но полезно получается супер и 100%. Вот такая вот магия, интересно. Слушай, я представляю, как люди готовы были бы купить доступ к этой папочке с чужими консультациями. А он бесполезен, потому что там же мы для каждого человека разбираем. то есть, там у каждого свои ситуации, свои вопросы и полезна именно для тебя. В этом-то суть, что я вот копаю, ну, прям конкретно для тебя. А зачем тебе слушать про кого-то еще? Ты можешь на конференцию сходить, послушать там других. Слушай, у тебя бывало когда-нибудь, что пришел человек на консультацию, ну, консультация проходит, а он такой говорит, что-то вообще, не знаю, вень какая-то, я тебе не понравился. Нет, нет, нет. Она никогда такого не бывает вообще в принципе, потому что, ну, я-то знаю, что нужно, и я всегда даю, что нужно. Такого не бывает. Она нестандартная, она всегда идет в суперпользу. Ни разу такого не было, это в принципе невозможно. Потому что человек приходит с запросом каким-то, а все запросы, я знаю, как ответить, ну, системно. Из того, что я делаю, опять же, если он ко мне придет, скажет, что научи меня чему-нибудь хлеб печь, я скажу, я не умею хлеб печь, я могу научить тому, что, чему сам умею, потому что я научился именно сам системно. И быстренько делаем. Я понял. То есть продажи, навыки, я вот за навыки, я хочу, наверное, учить уже больше навыкам, допустим. Человеку нужно навык продажи? Окей, приходи, обсудим, научим. Навык системного мышления, то, что мы обсуждали, да, можно научиться. Навык, там, не знаю, книгу писать, либо там посты писать, либо сторисы писать, либо как известным стать. Вот конкретно разрабатываем и делаем. Обычно за первую секунду консультацию стратегию, а дальше уже постепенно. Вот такая штука полезна оказывается. Окей, ладно. Так, блин, последний вопрос, как так быстро-то, Стас, может быть дурацкий вопрос, но все же очень интересно. У тебя есть увлечение, которое называют guilty pleasure. Ну, типа ты, например, очень любишь кальян или шашлыки, или без ума от белых рубежей, и покупаешь их десятками. Ну, что-то такое есть? Ну, кальян не сильно люблю, но иногда в Египте там подохоточку. Вот, ну, редко. Знаешь, как говорят, любишь пососать арабские шланги, как у нас чей-то в цейк говорили. Да, можно вырезать, если нужно. Да ладно, можно и оставить, ничего страшного. Все же мы понимаем, что... Есть какие-то странные увлечения у тебя есть? Там, любишь помидоры, есть пальцами с банки, что-нибудь такое, где бывает? Да нет, такого суперстанного нет. Про шашлыки. Шашлыки жарим почти каждую неделю. У нас тут мангалов несколько штук разных есть там, разные, короче. Казан даже есть, плов делаю. Ого, ничего себе. Купил недавно сабборды, ой, не сабборды, сабборная, да, которая на воде плавает. Очень классные штуки. сабборды. Офигенно. Три штуки купил, весла там, все тут, значит, в поселке катаемся с соседями, с друзьями, очень классно. Вот, мечтаю вот по речке сплавиться, должно быть интересно. Ну, в принципе, я все люблю, как я говорил, то, что ездит там, то, что двигается, за исключением лошадей. Лошадям я катался один раз, что-то как-то, ну, не знаю, не очень, беспокойно, в общем. Я понял. А ты готовишь сам вообще дома? Нет, 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 ну, я вот жарю только шашлыки, а так нет. Я вот, я, кстати, не исключаю эту тему, она очень далекая от меня, но тема, в принципе, интересная. Я за то, чтобы разновазием заниматься, я думаю, не исключено, что у нас будет шоу-кукинг. То есть, в итоге, да, мне понравился один момент прикольный, когда плов учился готовить, думаю, как же готовить, надо в ютубе, конечно, посмотреть. Открываем, там мужик, 6 миллионов просмотров, плов готовит мужик, просто вот как-то снял, так, на телефон, даже какой-то старый телефон. Почему столько просмотров, и почему столько, ну вообще, внимания, он сказал вначале одну вещь, говорит, сейчас я буду готовить самый правильный плов, он говорит, по классическому рецепту, я говорит, попробовал все рецепты, и это самый крутой, самый классический. Не спрашивайте меня, почему так, я так знаю. Естественно, там куча народа пришло, написало, что типа, ты не так готовишь, надо не так, это не классический рецепт, вот, но он так это все рассказывал, интересно, что хотелось поспорить, и в итоге у него там огромное получается, я думаю, что он на монетизации этого видео по плову мог себе там целый дом построить. Блин, прекрасно. Так что тема рабочая, надо брать такие вообще человеческие темы, когда я немножечко сейчас закончу со своими вот этими дурацкими теориями и делами, которые мне не дают, ух ты, стул спустился, которые не дают мне покоя, вот, я их закончу, будем, в общем, нормальными вещами заниматься, строгать петрушечку, делать плов, казанчик, все должно быть нормально. Прекрасно, да, засади петрушка 230 квадратов, вот, безусловно. Блин, слушай, очень бодро получилось, вопрос обоих вообще, тебе не имею, но ты сегодня стрелялся, ты сегодня определенного в ударе, наверное, ты выспался, наконец, после своих огромных консультаций и заработанных миллионов. Да, там это все так, это для удовольствия больше, это как бы помощь, это же не деньги, чтобы заработать, заработок идет не на этом, а это так просто, потому что неинтересно, это вот мы говорили о деле мечты, да, почему бы и нет. Помогать людям же классно, нужно, вот, а деньги для чего? Я бы это бесплатно делал, но бесплатно никто не будет делать, либо придут люди, как бы не готовы, потому что человек, который заплатит там 15-30 тысяч рублей, там за час-полтора-два, это человек, который как бы уже какое-то решение принял для себя, и скорее всего он будет что-то делать, а если там бесплатно придут, мы даже поговорить с человеком не сможем на одной волне, потому что, ну, он просто скорее всего не предприниматель, и он еще не готов, то есть, что мы будем обсуждать, он скажет, как мне, как мне не бояться, расскажите мне, пожалуйста, то есть, эти вопросы такие, какие-то из детского сада могут быть, понимаешь, то есть, то, что мне там канал задают, я пишу иногда, думаю, нет, вот хорошо, что я работаю чуть-чуть на уровне выше, то есть, крупный человек, это хорошо. Знаешь, есть такая поговорка, если надо объяснять, то не надо объяснять, в смысле, если ты задаешь такой тупой вопрос, и сам не нашел для него ответа, то, типа, мой ответ тебе не поможет. Но это не так, нет, почему, просто работать, смотри, человек же не просто так его задает, потому что он тупится, да, потому что он просто на уровне находится еще начально, ну, допустим, ну, как детский сад, допустим, да, или там школа, или там институт, я сам помню таким был, и просто мне неинтересно, как бы, с этим работать, вот в чем дело, я же не преподаватель, любить уметь и заниматься этим да это чтобы преподавание вообще это когда ты находишь ключик конкретному человеку вот я как бы не хочу находить ключи конкретному человеку я вот хочу как бы ну вопрос решать для него но не психологические ключики вот ему чаще всего это надо чаще всего надо сказать дружище у тебя все получится ну как бы мне жалко на это время тратить короче ты не робинсон это тоже нормально чем не да я не он на этом все я больше нет вопроса друзья шлите пожалуйста шлите злые вопросы смотрите он бодрый я буду держать а вы будете наносить урон вот давайте ребят как нибудь еще чем сергей дера скажи в чем это самое почему такое желание урон нанести где твоя специально данная на хочет чуть-чуть это проверка на прочность знаешь как бы нащупать твой предел и ты же веселый но не до конца вот нужно что-то такое вот найти в тебе изъяну чтобы показать вы истинное лицо вдруг то маска на тебе сейчас надет зачем смысла нет да не знаю интересно просто ладно расскажи чем ты сам занят это говорят новую работу устроился и теперь а еще попозже не расскажу сейчас просто я всякие там организационные процессы решаю да я короче может сорваться сделка века ну я заработал начал зарабатывать да и причем я остался на руководящую должность или я типа считаясь директором и нанимаю людей и все такое короче у меня календарь такой типа и ты 10 в 9 утра начинается встречи заканчивается в 7 часов и типа они бесконечно так идут нужно ходить на совещание общаться с людьми очень странно я не уверен до конца что это моё но мне я согласился мне ужасно интересно попробовать я никаким не занимался вот попробуем если вдруг я пойму что типа не увожу у меня мама например в череповце живет ее однажды начальнице сделали на каком-то производстве она две недели поработала такая хоп обратно ушла быть не вообще не хочу бумажки вот это совещание не готова вот может я такой же ну поглядим я скоро скажу сейчас я буду трясусь и тебе можно что дали помощника тебе дали а да есть помощничка он называется продюсером вот он занимается организационными всякими делами а ты а в чем суть работы ты запускаешь я расскажу вам позже ну дожди да я сейчас типа что я точно убежусь что нужно чтобы не было слово это инфобизнес нет 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 бога инфобизнеса кроме Станислава Орехова я не буду грешить а то продюсеры тебе дали мало ли там что слушай ну и совещание вы ведете да все как надо тяну ты все это делаешь да у тебя прямо такая улыбка на лице что я тебе не доверяю прямо если бы ты был стоматологом я бы убежал из кресла почему гарантирую вот ты такой знаешь как 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 мой одноклассник в школе который вот спрашивает вопросы чтобы я обосрался почему да я шучу шучу нет все хорошо нет короче про работу про мою попозже поговорим я обещаю тему поднять но чуть позже хорошо хорошо ну и на этом пожалуй все спасибо Стас спасибо друзья что шлите вопрос шлите больше теперь мы больше знаем про этого бизнесмена давайте вместе про это вот это да уж куда мне ты ну что-то нет спасибо Стас увидимся через неделю спасибо всем пока все пока